Приветствую вас! С вами на связи Александр Ивлоев. В этом коротком видео уроке я расскажу и покажу вам, как при помощи программки Adobe Audition можно замедлить или ускорить скорость воспроизведения какой-то песни. Если же этой программы на вашем компьютере нет, то под этим видео есть ссылка на бесплатный обучающий мастер-класс «Как записать голос на компьютер». Скачав этот мастер-класс вы получите редакторы Adobe Audition и пошаговые видео руки по установке и работе с редактором. Итак, поехали. Предположим, нам необходимо замедлить или ускорить скорость воспроизведения какой-то песни. Переходим во вкладку мультитрек. Правой кнопкой мыши жмем в поле одну из дорожек, выбираем вкладочку «Вставить аудио». Выбираем какую-то ту песню, которая нам необходима. Ну, скажем, я выберу из минусовок. Нажимаем кнопку «Открыть». Так, файл у нас загружен. Переходим во вкладку «Вид правки». Жмем левой кнопкой мыши в поле и выделяем, перетаскиваем курсор до самого конца. Это в том случае, если нужно изменить скорость воспроизведения на протяжении всего трека. Далее. Идем во вкладку «Эффекты». Находим вкладочку «Время-тон» и вкладочку «Стретч». Жмем по ней. «Бегунок» лучше установить сразу, чтобы коэффициент был 100%. Это у нас оригинальное звучание. Сейчас мы его прослушаем. Теперь, чтобы замедлить или ускорить скорость воспроизведения, нам необходимо перемещать ползунок вправо либо влево. Еще одно важное замечание. Необходимо, чтобы точка стояла в боксе «Время-растяжение» при сохранении тона. Если же мы ее переставим в сдвиг тона, тогда мы поменяем тональность при сохранении скорости. Пожалуйста, не перепутайте. Итак, нажимаем «Просмотр» и двигаем ползунок туда и туда. Смотрим, что у нас получается. Как видно, скорость воспроизведения замедлилась. Теперь переходим за коэффициент 100. Скорость воспроизведения у нас увеличивается. Просматриваем. И еще одно важное замечание. Необходимо, чтобы синим цветом было выделено поле «FastTalker». Иначе начнется путаница. Теперь, допустим, мы увеличили или уменьшили скорость воспроизведения. Нажимаем кнопочку «Ок». У нас сохраняется трек в том виде, в который мы его преобразовали. Далее нажимаем вкладку «Файл». «Сохранить как». Выбираем необходимый нам формат. Хочу сразу сказать, что формат mp3 — это самый ходовой формат. Он занимает немного места и с ним удобно работать. Если же вас интересует качество, значит выбираете формат WAV. Файл в формате WAV будет весить раз в десять больше. Итак, выбираем mp3 формат. Заходим в опции. Если есть необходимость, скажем, отправить файл по электронной почте, значит удобнее будет выбрать файл, чтобы цифра килобит была как можно меньше. Но хочу сразу вас предупредить, чтобы количество, вот эта цифра 44 100 герц, она сохранялась. Не нужно сохранять файл 24 1000 герц. Это ни к чему теряет качестве очень сильно. Итак, скажем, мы выбираем 96 килобит 44 герца и нажимаем кнопку «Ок». Теперь нам нужно выбрать папочку, в которой мы сохраняем этот файл. Я его сохраню на рабочий стол. Папку выбрали, нажимаем кнопку «Сохранить». Все, файл у нас сохранился. Мы переходим в рабочий стол и находим свой файл и прослушиваем его. Итак, в этом видеоуроке мы с вами разобрались, как увеличить или уменьшить скорость воспроизведения трека. Напомню, что ссылка на скачивание редактора и бесплатного обучающего мастер-класса находится под этим видео. Спасибо за внимание. Ждите следующих видеоуроков. С вами на связи был Александр Ивлоев. Пока!